Доброе утро и добро пожаловать на борт. Если вы часто путешествуете, вы регулярно слышите эту фразу. Здороваясь с вами, члены экипажа обращают внимание на разные детали, начиная с вашей физической формы и заканчивая аксессуарами. Но зачем? И на что именно они смотрят? Они замечают своих коллег. И рады их видеть. Основная задача экипажа — поддерживать безопасность. Бортпроводники понимают, что их коллеги смогут помочь в случае аварийной ситуации, ведь они точно знают, что делать. Они не будут паниковать, а примут участие в эвакуации пассажиров и в оказании первой помощи, если потребуется. Они обращают внимание на то, что вы читаете. Как и бортпроводники, врачи, медсестры и другой медперсонал сможет помочь, если что-то пойдет не так. Если вы врач, возвращающийся с медицинской конференции с кучей брошюр или журналов, члены экипажа поймут, кем вы работаете без лишних слов. Размер ручной клади имеет значение. Вам разрешают брать с собой на борт сумку не больше определенного размера не просто так. Опытные бортпроводники сразу заметят, если вы смухлевали, и убедят вас сдать большой чемодан в багаж. Иначе он может выпасть из верхнего отсека и поранить вас или других пассажиров или заблокировать проход. Под сиденьем он тоже будет мешать. И даже если рейс пройдет идеально, манипуляции с лишними сумками всех задержат. Ваш возраст – важная информация. Стюардессы следят, сколько несовершеннолетних летит без сопровождения, чтобы уделить им дополнительное внимание. На самом деле это относится к любому ребенку, ведь почти все авиакомпании предлагают развлечения для детей, хотя бы просто раскраски. Пассажиры младше двух лет не могут сидеть у аварийного выхода, и им нужны особые спасательные жилеты, которые, если потребуются, передадут родителям. Если вы сильный на вид – это отлично. И снова дело в безопасности, а не в личном интересе. В экстренных ситуациях, например, если на борту окажется злоумышленник или скандалист, бортпроводники будут рады любой помощи. Экипаж мысленно присваивает мускулистым пассажирам ярлык «могут помочь» и запоминает, где они сидят. Состояние вашего здоровья тоже важно. Бортпроводники обучены замечать признаки и симптомы болезней. Они имеют право попросить у вас справку, чтобы убедиться, что вам можно лететь. Во-первых, это ради вашей же безопасности. Давление в кабине и изменение высоты могут усугубить ваше состояние. Во-вторых, никто не хочет сажать самолет на полпути по медицинским причинам. И в-третьих, инфекционные заболевания легко распространяются в закрытом пространстве. Они могут определить, на каком месяце беременности женщина. Опытные бортпроводники умеют на глаз вычислять примерный срок беременности. После определенной недели у женщины могут потребовать справку о том, что перелет для нее безопасен. Они обращают внимание на вашу вежливость. Бортпроводникам приходится говорить «здравствуйте» больше сотни раз за один рейс. И они действительно оценят, если вы вежливо отвечаете. Улыбнитесь, посмотрите в глаза и можете надеяться на особые отношения. Вдруг вам принесут добавку или даже пересадят в бизнес-класс. Они помнят о неприветливом поведении. Если вы почему-то не поздоровались, когда заходили в самолет, вы не просто продемонстрировали свою невоспитанность. Во время приветствия экипаж на самом деле проверяет пассажиров. Мрачных людей бортпроводники отмечают как потенциально враждебных и не будут обращаться к ним за помощью в непредвиденных случаях. Не стоит избегать зрительного контакта. Еще один способ проверить пассажиров – попытаться установить с ними зрительный контакт. Если человек его избегает, это считается подозрительным. Возможно, он что-то замышляет. Хотя такое поведение не может считаться стопроцентным доказательством дурных намерений. Они замечают, как вы ведете себя с другими пассажирами. Если вы толкаетесь во время посадки в самолет и кричите, чтобы люди быстрее рассаживались, экипаж это запомнит и посчитает вас потенциальным скандалистом. Если же вы помогаете другим раскладывать сумки, улыбаетесь и переговариваетесь с пассажирами, которые нервничают, бортпроводники могут вас поощрить. Ваша речь вас выдает. Очень быстрая или, наоборот, очень медленная речь, долгие ответы на самые простые вопросы и множество междометий – очевидные причины для тревоги. Это типичное поведение злоумышленников. Почесывание головы, запястья, неестественная мимика, скованность движений, кашель, постоянное кивание или покачивание головой – говорят о том же. Вас не высадят из самолета, но возьмут под наблюдение. Они поймут, есть ли у вас аэрофобия. Если вы постоянно нервно улыбаетесь или смеетесь, сжимаете подлокотники или крутите наушники, бортпроводники догадаются, что у вас аэрофобия. И они сделают все, чтобы вам было комфортно. Они попытаются вас развеселить, а если не получится, оставят вас в покое, но будут наблюдать со стороны на случай панической атаки. Кстати, кажется, меня прямо сейчас накрывает паническая атака. Шучу, шучу. А вам нравится летать? Или же вам в воздухе не по себе? Расскажите в комментариях. Ваша одежда говорит о многом. Если вы хорошо одеты и ухожены, есть шанс, что вас пересадят в более высокий класс. Но, знаете, нужно обладать стилем, чтобы летать в бизнесе. Еще одна причина, почему бортпроводники осматривают ваш наряд – они хотят понять, не помешает ли вам что-нибудь покинуть самолет в аварийной ситуации. Они обращают внимание не только на сковывающее движение одежду, но и на легко воспламеняющиеся материалы. Им не все равно, какие у вас аксессуары. Они так же важны, как и одежда, и тоже в плане безопасности. Массивные серьги или браслет могут помешать эвакуации. Важно, с кем вы летите. Если вы путешествуете с семьей, но по каким-то причинам сидите отдельно, экипаж может попробовать посадить вас вместе. Так полет пройдет приятнее для всех. Еще один важный момент. Если физически развитый мужчина, которого они приметили, летит с семьей, бортпроводники будут искать другого помощника. Отец семейства в первую очередь спасет своих близких и не будет рисковать ради других. Они отслеживают контрабанду. Бортпроводники очень внимательны и заметят, если вы попытаетесь пронести на борт что-то запрещенное из дьюти-фри и воспользоваться этим во время полета. А некоторые пассажиры даже пытаются пронести в сумочках маленьких собачек. Они отмечают часто летающих пассажиров. Часто летающим пассажирам приятно особое отношение, которое они получают за свою верность авиакомпании. Они не нацепляют бейджики, подчеркивающие их статус, но, осматривая пассажиров, экипаж сразу замечает представителей этой категории. Все факторы, которые я упомянул, помогают экипажу делать полет максимально безопасным. Бортпроводники достаточно умны, чтобы избегать поспешных выводов. Но совпадение нескольких признаков позволяет с легкостью вычислять потенциальных нарушителей спокойствия. Если вы не хотите, чтобы вас записали в их число, вы знаете, что делать. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Эдми.